И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры. Вот прошло лето. Сейчас уже 5 сентября сегодня. Вот сегодня, дорогие мои, мы еще отмечаем праздник отдания успений Божьей Матери. И вы знаете, действительно, по молитвам Царицы Небесной в мире делается очень много. Первое, что было, по молитвам Царицы Небесной она попросила, чтобы ей дали как бы в ее владение святую гору Афон, где сейчас находятся 20 монастырей. Из них там 17 греческих, один русский, сербский и грузинский. Русь была очень сильная языческая страна, но все-таки началось, прошли семена христианской, потому что, начиная еще с апостола Андрея Первозванный, который пришел до Днепра, где была тогда центр России, вот пришел апостол Андрей Первозван и привез весть о христианстве и благословении нашего Господа Иисуса Христа. И вот Божья Матерь впоследствии, она взяла Россию под своим опеком, под своей молитвой, под своим афмофором, и, как говорится в предании, до сих пор это продолжается. Вот я хочу вам сказать один случай, который был не у нас в России, а был случай этот в Болгарии. Это было в 30-е годы прошлого века. Мальчик, ему, может быть, было лет 12, 13, 14, умер внезапно. Ну, родители очень плакали, что лишились сына. Вот отпевали сына в храме. Вот в это время, когда его отпевали, сын в гробу встал и сел, и сидит, как это смотрит, смотрит на всех, что с ним делает. И говорит, вы меня, говорит, отпевайте, а я, говорит, видите, мне Божья Матерь посылала, чтобы я вернулся обратно. Он сказал, что я не должен умереть. Я должен дальше жить и продолжать на этой земле прославлять имя Божие. И стал рассказывать, что сначала его повели, показывали, где ад. Там, говорит, такие мучения и такие лица страшные у людей. После этого прошел он в раю, где был, видел. Он видел там, как те же души людские, которые есть, как они прославляли Бога, как они восхваляли Царицу Небесную. И там же он видел Царицу Небесную. И она говорит ему, ты, говорит, пришел сюда, говорит, ко мне, но, говорит, ты сейчас вернешься обратно, потому что ты должен еще жить, ты должен прославлять Бога на земле. И действительно, вот в это время он встает и начинает говорить людям все, что есть. Это, вы знаете, это не то, что какие-то сказки. Это мне рассказывал тот человек, вот в 70-е годы, который был свидетелем, он был молодым человеком. И как он говорил, что мы пришли все в таком ужасе в храме. Вы знаете, ну представьте себе, покойник встает и начинает говорить. А это уже становится страшно, вы знаете, люди могут попасть как-то, вы знаете, даже потерять сознание. А тут все вот они так стояли и слушали. Поэтому, дорогие мои, вот столько делается чудес в мире, которые вот Божья Матерь продолжает до сих пор делать. Ведь даже в Почаеве есть, когда она спустилась на землю, она показала, оставила свою стопу. И вот на том камне до сих пор эта стопа есть. И сколько чудес, вот бывает, что вот бывает в жизни, вот даже у людей. Ну, а мы во всем сомневаемся, думаем, что это может быть не так, это все это по-другому. А на самом деле, ведь, если кто к Царице Небесной обращается с особой молитвой, и Царица Небесная, она пока держит всю, весь русский народ под своим ломофором. И если сколько она будет нас терпеть, сколько она будет ждать, если мы будем тем более ей молиться, она спасет Россию. По ее молитве спасется Россия, то есть спасет нас всех. Поэтому, дорогие мои, мы должны особенно обращаться, быть, почитать Царицу Небесную. Поэтому, знаете, поскольку еще наша Россия будет под ломофором Божьей Матери, мы будем защищены. Поэтому, дорогие мои, давайте будем обращаться к Царице Небесной, попросить ее, пресвятая Богородица, спаси нас, покрый нас честным твоим молофором. И мы будем всегда под защитой Божьей Матери, и сможем спасать и себя для жизни вечной, и нашу великую Россию. Так что поздравляю вас с отданием праздника Успения Божьей Матери, и пусть благословение будет над вами всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Благослови, Душевая Господа, и вся внутренняя моя имя Святое. Субтитры создавал DimaTorzok